И все, все. Какие-то бесконечные выводы, это просто не циклические, просто легендарные исчисления. Ну и давайте напомним коротко, значит, с чего вообще все начинается. Я буду говорить об интуиционистской логике, в этом времени то же самое работает и для классических систем. Интуиционистская будет рассуждать удобнее. Значит, это будет исчисление секвенций для интуиционистской логики, даже предикатов, так как его мыслил Генсен, так как он предлагается в книге Токиути. Значит, интуиционистские секвенции отличаются тем, что они двусторонние, и с правой стороны интуиционистской логики находится одна форма, у меня никакой метаструктуры, ну а слева находится мультимножистской формы, то есть нас не интересует порядок формул слева, но интересует их количество и интересует, есть там формула или нет. Значит, соответственно, вот есть съемы секвенциального исчисления, а у нас есть константа ложь, а у нас что угодно, например, x фальса, есть профессиональные правила, ну вот, давайте на них немножко остановимся, потому что мы будем их немножко потом менять, значит, ну вот, мне хочется обратить внимание на правила, связанные с импликацией. Значит, вот здесь видите, что у нас вот эти вот контекст, который находится в левой части, дробится на левую и правую ветви, это важно. Хотя, конечно, как потом у нас будет правило сокращения, и мы, на самом деле, могли бы и здесь, и здесь писать гамму, и она бы сократилась в одну единую гамму. Ну и правило ослабления у нас тоже будет, это совершенно интуиционистская, не субструктурная логика. Значит, ну вот, конъюнкция-дизюнкция здесь, если бы это была субструктурная логика, это валитивная операция. Ну и соответствующие правила для импликации здесь. Значит, есть еще квантеры, ну, законы для квантеров следующие, и есть стандартные ограничения на вхождение свободных переменных, такие же точки, как Гейбертовское исчисление. Можно даже не обращать внимания, квантеры нас сегодня на самом деле очень интересуют. И вот есть структурные правила, их здесь два. Значит, правила перестановки отсутствуют, потому что мы гамму это мультимножество, оно встроено в него. Ну, есть ослабление, добавление в контекст какой-то формулы произвольной, и есть правило сокращения, которое две формулы склеивают в одну. Значит, ну, дальше начинается, собственно говоря, самое интересное, есть правило КАТ, которое формулируется интуиционистически вот так. То есть я могу взять здесь гамму выиска, это АТ, я могу вместо А гамму подставлять. И общее учение заключается в том, что от этого правила нужно избавляться. Потому что при анализе выводов оно вмешается, но с другой стороны оно в случае моделирует бодус-понус, то есть это, пожалуй, наиболее естественное рассуждение, но если, например, вы пытаться осуществлять поиск вывода снизу-вверх, то все остальные правила, кроме КАТ, обладают свойством подформульности, то есть все формулы, которые появятся сверху, уже были в заключении. Единственное исключение, на самом деле довольно тонкое, это правило вот этого для обведения квантера. Значит, здесь оно сформулировалось у, предположение, что у нас нескольких знаний символов, а есть только переменные, но тем не менее этот у, откуда его взять, как его выбрать, и очень понятно бывает, это приводит к неразрешимости, но вот если мы не будем думать про предикатный случай, а будем говорить только о профессиональном, мы видим, что здесь происходит неконечный перелог. То есть, вот, хотим вывести такую секвенцию, ну, хорошо, вы бы избирать эту ампликацию, ну, вот, надо выбрать то по линдгамму, то по линдзельту, это может делать, конечно, число в смысле. Там еще сокращение. Да, есть еще правила сокращения, которые тоже, так сказать, можно приводить к неразрешимости, здесь не приводят, но тем не менее. Ну, в любом случае, хотя бы, если у вас нет сечения, мы можем говорить, скажем, спокойно о фрагментах, рассмотреть некий ограниченный набор связок, соответствующие фрагменты исчислений, мы получаем просто выбор соответствующих правил. А так, в этой формуле А могли бы быть гибнут. И связки, там, флагмин, консервативность и так далее. Ну, в общем, есть общая такая идея, что правилосечения нужно устроить, и это... Ну, можно сказать, еще некоторые комментарии по поводу твоего предшествующего звучания о функциональных символах. Мне казалось, что у тебя уже какой-то т, вполне обозначено, что здесь т. А-а-а, да-да-да, видимо, здесь так, здесь т, здесь, значит, правильно? Здесь так, да, и здесь могут быть функциональные. Значит, как устраняются сечения? Ну, общая стратегия, это синтаксическое доказательство, можно и семантический урок устранять. То есть синтаксическое доказательство дает алгоритм устранения сечения. По доказательству сечения он строит доказательство без сечения. Алгоритм может быть, что-то неэффективно, доказательство без сечения может быть огромным по сравнению с доказательством гений сечения, но, тем не менее, это эффективная процедура. И она делается в вложенной индукцией. Ну, внешняя индукция самая глобальная по количеству сечений. Значит, ну, то есть на самом деле достаточно устранить одно сечение. После этого мы индукции по числу сечений устраним их все. Потом, значит, вот, да, вот, собственно говоря, вот это основная лема. Если я умею доказывать посылки сечения с помощью вывода без сечения, то я могу и заключение так доказать. Когда у меня вывод – это конечная тема, никаких проблем с этим нет, я нахожу сечение, над которым никаких сечений нет, я его устраняю. Получается вывод с меньшим числом сечения, ну и дальше я индукцию всех устраняю. Это самая грешная индукция, и поэтому в случае, когда доказательство конечное, иногда вот эту лему называют теоремой допустимости сечения. Или теоремой допустимости сечения. Если угодно, а вследствие, что любой вывод можно изгнать, те сечения – это как бы реальное вследствие. Когда выводы бесконечные, это может быть так очевидно, но здесь этого не происходит. Следующий уровень индукции – это индукция по сложности протекаемой формулы. То есть мы… Если нам удалось свести сечение по формуле А к каким-то сечениям, скажем, по ее подформулам, или по формулам, которые короче, чем А в каком-то смысле. Даже если сечений очень много, то мы потом их побольше не устраним, и получим опять распространение сечений. А вот теперь, когда уже, значит, сечение происходит по той же самой формуле А, то мы в самую внутреннюю индукцию введем по сумме глубин вот этих вот выводов из сечений. То есть у сечений есть две посылки, у каждой есть свой вывод, мы уже предполагаем на сечении, есть глубина, просто как длина наибольшего пути в дереве. И выберем индукцию по сумме глубин в лево, глубин в право. Это стандартный подход. Ну и как он реализуется, вообще говоря. Значит, сечение с аксиомой является трегиаленом. Поэтому идея тоже, что сечение поднимается вверх, в данном уровне переставляясь с другими правилами, чтобы дойти до аксиом. Ну а аксиома там либо А стрелка А, тогда просто то же самое. Либо это ложь, а стрелка что-то, ну с ложью там это тоже через правила отставления будет подъединиться. Ну и теперь дальше. Ну здесь на самом деле много слайдов, и на всякий случай запас, если вдруг будет интерес к какому-то конкретному случаю. Но я их сейчас довольно быстро пролистаю. Это стандартный материал, который в принципе обычно извести. Значит, если у нас сечение должно переставиться с правилом, который вводит какую-то другую формулу, а не ту, которую мы подсекаем, то они просто переставляют. И тогда, значит, у нас появляется, ну в данном случае у нас появилось два сечения, потому что здесь было аддитивное правило, то я раздворил нашу формулу А. Но они все равно независимы, и каждый из них имеет меньшую суммарную глубину, по интукции они устраняются, мы получаем уже на другую сечения. Ну, вот здесь как раз и сказано, что они имеют меньшую глубину. У них параметр, у них формула А та же, а глубинные параметры другую. Ну, дальше, значит, есть принципиальный случай, так называемый, когда сечение должно, когда мы высекаем формулу, которая, собственно говоря, и вводилась в левую и вправую посылку в последнем праве, тогда сечение превращается в два сечения, но они более простые, в смысле формулы, которая у них подсекается, и мы можем использовать более глобальное расположение индукций, даже не важно, какие глубины. Ну и, наконец, значит, правила ослабления, понятное дело, это реализуется, потому что если ослабление не главное, то мы переставим, если главное, то просто А исчезает, и мы вводим гамму по ослаблению. Ну и, наконец, последний случай, казалось бы, мы сейчас бы закончили, ну, квантеры, там, ну, все это уже делалось, там никаких проблем нет, а вот сокращение. Значит, что мы здесь хотели бы сделать? Ну, по идее, как и в том случае с аддитивной конъюнкцией или дизъюнкцией, ага. Ну, ваше замечание про квантеры. Да. Там подстановка же должна быть. Там подстановка должна быть. То есть, это подстановка происходит во всем деле. Да. И почему это корректно? Ну, это можно проверить. То есть, это, так сказать, ну, аккуратно сделать, скажем так, вот, килти. То есть, это, так сказать. Это там, то есть, это немного сложнее, чем в профессиональном случае, но... Идея простая, конечно, просто подставить, но... Ну, вот, фактически. Нет, это можно проверить. Там как раз проблема возникает. Проблема возникает в правом сокращения. Да. Значит, что здесь будет? Ну, хочется, что здесь будет? У нас уже А превратилось в две формулы А. Мы вместо каждой из них вроде как можем подсечь гамму. И что-то произойдет. Значит, произойдет вот так. То есть, действительно, у нас правило сокращения опустилось под сечение, но я теперь понимаю, что неприятно. Сечение стало два. Они оба по формуле А. То есть, никакого падения сложности, конечно, тут не произошло. Верхнее сечение, оно даже, на самом деле, меньше, чем вот это. Потому что у него вот, ну вот, глубина вот этого под дерево уменьшилась наедине. И с ним все хорошо. Мы можем устранить по правилам, по нашим предплажнению индукции. Но оно породит, эту процедуру устранения сечения, породит некоторое новое дерево вывода здесь. И мы совершенно не можем утверждать, что это дерево вывода будет меньше, чем то, которое было и значит. Скорее всего, нет. В результате для нижнего сечения у нас нет предположения индукции, мы не знаем, как его устранять. В отличие от того, что я был раньше, где тоже было два сечения, но они были в разных интерядах, здесь нет. Это проблема, с которой столкнулся Ярд Генсен, когда доказан теремомо устранения сечения. Значит, ну, в этом случае можно сказать так, конечно. Здесь ситуация довольно простая. Можно сказать, ну, и сон в варианте дурака, но замените, значит, множество на множество разов все равно есть сокращение. И скажите, что это множество, сокращения просто никогда нет, и все так получится. Но вот Генсен, тем не менее, пошел немножко другим путем, который впоследствии оказался полезен для субструктурных логик, о которых я поговорил чуть позже. А именно оставил мульти-множество, оставил правила сокращения, но чтобы индукция прошла, ему пришлось немножечко обобщить правила сечения. Значит, сечение, например, называется Шнитт, Генсен ввел такой правил, который назвал мишбунг, смешение. В мишбунгской литературе, в общем, связи с этим микс. Значит, вот эта вот проблема, которую мы отметили, и вот тут появляется правило микс. Да, есть еще какие-то другие способы бороться с контракцией, можно как-то это сокращение, не внусти внутрь секвенции, правило, этого не делаем, вот микс. Вот микс еще иногда другой правило называется, а вот это, я понимаю, что микс, мне кажется, что его правильно мультикат, что-нибудь правильно называть. Тем не менее, это микс, как мишбунг, так как он у Генсена проявляется, прямо с мотивом этого года. Значит, здесь считаете, это мультикат. Мы, на самом деле, это правило, это комбинация сечения и сокращение. То есть мы здесь разрешаем n копий а, а n должно быть больше, может даже 0 на самом деле. Потому что если n равно 0, то это просто ослабление. Просто добавляем сюда гаффу. Но это такой особый случай, который, на самом деле, если у нас не было бы ослабления прелевантной логики, то это бы не работало. Тогда n будет больше 1. Если n равно 1, это просто обычное правило сечения. А если n больше 1, то мы должны все равно и сократить, то сделать сечение. Вот такое вот правило. И на самом деле оно включает в себя сечение, поэтому можно говорить не об устранении сечения, а об устранении смешения. Ну и после этого достаточно легко проверить, что все срабатывает. Та же самая индукция, по сути, та же самая схема будет давать устранение сечения. Ну вот, например, в главном случае устраняется с импликацией. Теперь у нас много формул. И импликация, если это главный случай, то она одну из этих формул вводит, а остальные там остаются, ну если их больше 1 было. Если n равно 1, то есть это было сечение, на самом деле, то мы получаем все то же самое, что было раньше. Ну ничего не изменилось, устранение сечения. А если больше 1, то здесь появляется вот такая вот загадочная совершенно вещь. И здесь, смотрите, что произошло. У нас, поскольку формулы вида А-стрелка В еще остались там в каком-то количестве, то мы должны для них опять-таки применить правила смешения. Никакого выбора у нас нет. Но это правило смешения имеет меньшую глубину. А дальше мы их, опять-таки, применяем вот эти два сечения. Эти сечения уже имеют неконтролируемую глубину, но зато они имеют меньшую слошность. Вот такой подход. А дальше здесь еще возникает правило сокращения, которое собирается оба едино, но оно уже ниже, и с ним никаких проблем нет. То есть, с новым правилом Микс доказательство становится более сложным, количество случаев увеличивается, но оно, как, по-моему, сказается, straightforward, прямолинейное. Главное правильно угадать вот это правило Микс, и дальше, просто разбирая случай, мы получим, что всегда у нас предположение удалось, и все сойдется. Это такой вот плюс, так сказать, этого подхода. Ну, и один из примеров такого парадокса индуктивного доказательства, что иногда, чтобы доказать, что индукция, нужно его усилить, доказывать нечто более сильное, потому что устранение смешения — это более сильное сечение. Но мы видим, что все-таки трудно это делать. Ну, здесь есть пример для конъюнкции, который тоже получается, дизюнкции, даже для квантера, про которого я как раз хочу допустить сейчас. Ну, и куча других случаев, что Аксио материализует Микс, значит, не главный случай, когда мы делаем смешение, а правила прям вводят другие формулы. Тоже переставляется Микс наверх, так же, как и сечение. Значит, ослабление — то же самое. Ну, и последний, главный случай — сокращение. Мы боролись за то, чтобы наше правило сокращения не мешало нам устранять сечение. Здесь происходит все очень просто. Правило сокращения, если оно вводилось по той же формуле, что и был Микс, просто включается в этот самый Микс. Микс просто его съедает. А если правило сокращения делалось таким другим формулам, они переставляются. Вот и все. Это, так сказать, как традиционно устраняется сечение в... А можно я поделюсь с своим интуитивным объяснением, что же это значит, что нужно немножко усилить посылку индукции, чтобы эта цель прошла? Какое-то интуитивное объяснение первозначает такое. Вот идем в нашем выводе, который не циклический, не конфликтированный. Прежде чем начнется повторение, прежде чем мы войдем в цикл, надо немножко вверх подняться, бывает, от корня. А, то есть пройти несколько итераций просто так, а потом уже перебываться. А потом начнется цикл. Вот и некоторое такое возможное, это допомидает. Ну, мне кажется, это общее некоторое соображение, что действительно, когда приходится что-то сделать. Ну, вот и с кулкорой мы поднимаемся, немножко, на самом деле, разбираемся. Там было ослабление, это усиливает действительно наш формулу, которую мы доказывали, а потом начинается вот циклический экстримит, аферия, человеческий прогноз. Ну, может быть. Значит, вот теперь, на этом я хочу классическую часть такую закончить и перейти к некоторой не классической логике, которая будет нас интересовать. А именно это в ряд винеевой логики, которая обогащена такой вот субэкспоненциальной связкой. Субэкспоненциальная связка – это модернность, которая разрешает правила сокращения. Исчисление ламбика – это то же самое, что некмутативно-вульпликативно-ислюценическая линейная логика. Значит, отличие ее от того исчисления, которое было раньше, в том, что там несколько правил в принципе, и вот это она некмутативно. За счет чего появляются некоторые дополнительные тонкости, ну и мы сейчас их увидим. Некомутативно – это что значит? Значит, что левая часть сегмента, здесь это только эти стрелки должны быть жирными вот этих дверей. Там иначе будут. Левая часть нельзя делать перестанут. То есть, это не мутивнули остатки? Да, значит, левая часть – это последовательность формы. Молбоми пустая. Значит, здесь вот жирная стрелка. Вот эти стрелки тоже должны быть жирные. Это, значит, та же самая секвенциальная стрелка. Вот. Значит, а обычные стрелочки – это импликации. Импликации теперь две, потому что можно брать слева, а можно справа. И два бонус-коннесса будут. Если А и А стрелка В, то В. И если В, в него стрелка А, и потом А, то В тоже. Порядок ваш. И правила здесь, правда, они такие же, как и для импликации в генсоновском исчислении оригинальном. Но здесь вот добавляется в конце контекст дельта. То есть, так-то она была гамма и пи только. А, ну, гамма могла и здесь находиться, и здесь-то было не важно, чтобы уйти много. А теперь, если бы в порядок важен, мы должны вытащить из середины, а вот этот контекст должен остаться по крайней. Вот. Значит, у нас здесь две импликации. Ну, и вот тут так, для забавы, написана еще мультикативная конъюнкция. Тензор. Она отличается той конъюнкцией, которая была у нас раньше. Значит, вот там, чтобы получить конъюнкцию А и Б, мы могли, должны были использовать ту же самую гамму. А здесь мы используем гамму здесь и дельта там. Ну, немножечко для тех, кто не слышал никакую линейную логику, напомню вообще, зачем все это нужно, откуда это берется. Ну, вот так вот, фактически такая линейная логика, так как я говорил Жерар, была коммутативной. Но, тем не менее, у меня не было структурных правил. И идея, которая стояла за линейной логикой, была такая, что каждая форма – великий ресурс. И ресурс должен быть использован не больше одного раза, как хотел. Ну, потому что, если, допустим, у меня есть какой-то ресурс А, и из него следует Б, и из этого же связи А, то я могу получить С, то я могу получить 2 и С. Не могут быть правила сокращения, потому что, значит, я не могу использовать тот же ресурс 2 раза. В отличие от ресурсов, так сказать, ресурсов формул классической или тюзенского логика, которые никак не портятся от того, что это используется. Это может быть теорет. Ну, а можно спросить, почему у нас нет ослабления? Можно ли мы иметь ресурсы, которые не используются никогда? Ну, вот, в той логике, которая за линейной, это запрещено, и все ресурсы могут быть, обязаны быть использованы. Ну, это вот прежний принцип. Каномика, который равна техканом. Это был сформулирован за 5 лет у статьи Жерака. Вот. Знаешь, логика, которая не придерживается этого принципа, называется афильная. Тоже сутруктура, но она вот такая. Афильные что? Афильные ослабления есть, а сокращения нет. То есть, они не элемантные реакции или нет. А слово мультипликативное означает, что у нас нет... Нет одни одетевых этих конъюнкций, дизьевых. Ну, и нет ослабительных вопросительных знаков. А официальный знак будет. Вы сам исполняете, что само личное регламент, но вы с этого не имеете. А, я думаю, да. Нет, пока этого нет. Вот здесь нет. Все, это решение, логика, это закончилось. Регламент равно равно, но это не коммутативное. А тут низкое справа одно. А вот слово мультипликативное, и процент, что это все выбросило? Да, кроме вот этих трех объектов. Ну, вот, и чтение ламик отформулировано здесь. Полностью. А мы добавим туда еще вот эту субэкспоненциальную модальность. Зачем нужна экспоненциальная модальность вообще? Ну, дело в том, что не все формулы, которые мы хотим видеть в нашей логике, имеют какое-то ресурсное прочтение. Некоторые формулы являются, на самом деле, информационными сущностями, которые можно использовать в логике. И вот такие формулы мы хотим как-то особый образом пометить, чтобы они могли использоваться свободно. И вот для них-то мы используем эту модальность. Субэкспоненциальную, так как дело Жирак, у нас тут субэкспоненциальная модальность, сейчас мы ее увидим. Вот ее правило. Ну, давайте сначала посмотрим на структурные правила. Значит, структурные правила для этой модальности, это так называемые нелокальные правила сокращения. Мы для простоты, а может быть для усложнения ситуации, наоборот, говорим, что эта модальность по-прежнему релевантна. В том смысле, что нельзя ее просто так ввести. Ослабления для нее все-таки нет. И для нее нет перестановки, а не коммутативные. Но она при этом обладает свойством сокращения вот в таком вот смысле. Если, значит, есть две копии, то можно оставить одну из них, причем любую, левую и правую. Вот. Значит, есть для нее правило введения в левой части, которые говорят, что эта штука сильнее, чем просто А. Если мы можем что-то делать с А, который просто ресурс, то когда данный ресурс, который можно еще использовать много раз, то это тем более можно сделать. И вот правило введения ее направо выглядит так. Можно ее ввести, только если все, кто находится слева, уже под ней находятся. Ну, это вот тоже по соответствию ресурсному прочтению. Чтобы у нас был неоганиченный ресурс B, нам нужно, чтобы те ресурсы, из которых мы его вывели, тоже были неоганиченными. Значит, почему не локальные сокращения? Ну, это, я не спорю, я в этом докладе не буду про это рассказывать. Но, значит, если вот это фи убрать, и только соседний разрешит движение склеивать, то в этом исчислении сечение не устраняется. Это такой факт забавный. Если ослабление... Нет, нет, ослабления нет. То есть, нет только сокращения для этого сетного знака. Вот если не было бы фи... А, если бы локальное было, если бы локальное, то оно не устраняется сечение. Ну, грубо говоря, потому что, когда мы делаем сечение, то вот этот поседний знак А заменяется на много высосательных знаков. И приходит... Их много, и они... Их уже не сократишь. Ну, если бы было бы два, там был знак А1, знак А2. Еще раз то же самое. И они были бы не рядом. Но есть гипотеза, что если разрешить локальное сокращение, но для последовательности вот таких вот, так вот, то сечение будет устраняться. Это пока еще неизвестно. Но один мой студент сейчас пытается это сделать. Вот как раз методом глубинного устранения сечения. Потому что там вот микс не получится. Но это пока неизвестно. Это, я не знаю, может, даже не получилось, но это еще не сказано. Но это вот в процессе. Мы используем нелокальные правила. С нелокальными правилами сечение будет устраняться. Это мы проверили. Даже для всякого, для всяких перестановок. Это интересно, потому что здесь эта формула по-прежнему не... То есть если бы ими было и ослабление, и перестановка, то эти формулы были бы по сути интуиционисты. Которые бы вы действительно знали. Они были бы в себя интуиционисты, и не было бы никакого удивления в том, что там все как работает хорошо. И микс бы формулировался это по-интуиционистски. А здесь микс придется формулировать хитрее, и мы это сейчас увидим. Значит, вот это счисление вот в таком виде, это вот наша недавняя работа. Именно чтобы было вот только нелокальное правило. Потому что все работы раньше, если там было сокращение, то они добавляли хотя бы перестановки. Оказывается, можно и без этого. Ну вот, с такими вот нелокальными правилами. Значит, как формулируется сечение? Ну, сечение формулируется точно так же. Опять же, контекст двух сторон. Он может быть мутативно. Как формулируется смешение? Ну, вот смешение здесь формулируется уже, значит, немножечко загадочно. Значит, правило смешения, ну, сейчас, только мы должны... Да, я забыл левую посылку поставить. Левая посылка, конечно, пи влечет в сайт признака. А, пи влечет в сайт признака. И здесь, нет, это не по идее. Это тебе все, что мне нравится. Вот здесь пи должно быть. Пи. То есть здесь мы, значит, это надо переделать. Неправильно здесь. Я написал, скорее, многократное сокращение просто из нас. А дальше мы к нему применяем сечение. Вот так давайте считать. Вот это такая композиция. Это и будет наш микс. То есть пи влечет в высоте признака. И мы... Если у вас этих высоте признаков здесь можно выделить много, то мы один из них заменяем на пи, вот который здесь вот выделим. Остальные просто выкидываем. То же самое, тоже много. Но мы не можем их поставить просто рядом и сказать, что это нт степень высотного знака. Это такой вот. Значит, это правило более сложное. Но с ним, тем не менее, все получается. Но уже преобразование выводов становится совершенно невообразимо сложным. То есть они как бы не то, что невообразили, но там... Неудобно рисовать. Неудобно рисовать. И там некие проблемы начинаются с ответвлением этих штук тоже. То есть на самом деле... Ну, в общем, вот в этой статье, которую в экономичке Кузнецов, Нигабр и Щедров 18-го года, там вот пояснило, аккуратно все сделано. Индукция проходит. Индукция проходит, да. Но вот эти вот перестановки аккуратно надо делать, чтобы там формулы нужных места оказывались, потому что они коммунитативные. Но это в этом проделано. Но мы видим, что формулировка правила «микс» становится уже более сложной. И даже уже вот в таком вычислении уже не все так просто, надо как-то догадаться до вот этого микса. и кроме того, и устранять-то его тоже не так просто. Но еще одно замечание, прежде чем я вот перейду к следующей вещь, собственно, глубинную. Здесь микс не будет частным случаем сечения. Потому что обычно у нас для всех же формул было правило сокращение. И микс тоже разрешался для всех формул. И тогда мы могли его сечения, просто уже искать, что это частным случаем. Здесь нет, потому что микс разрешен только для формул сосредоточного знака. А для формул, в которых просто с А, только сечение. И поэтому микс и кат приходилось устранять такой вот совместной индукцией. То есть мы устраняем-устраняем-устраняем кат в какой-то момент, когда мы дошли до сечения, оно превращается в микс, до сокращения раздув знака, а у нас до микс, мы начинаем устранять микс, микс возгоняется, в какой-то момент опять снимаются и опять появляется сечение. Ну и вот такая вот чередующая индукция возникает, что удваивает еще количество случаев. Это нужно рассматривать. Ну формально, на самом деле, понятное дело, что последние главные случаи рассматриваются абсолютно так же, но и даже в неглавных случаях там есть тонкости, на самом деле. Вот. Но еще становится все печальнее. Если мы еще ослабим нашу структуру, или наоборот обогатим ее, это можно по-разному смотреть, а именно перейдем в неассоциативную или так называемую полуассоциативную систему. Давайте представим себе, что у нас, к тому же они ассоциативны, то есть левая часть-то не просто последовательская скобочная структура, и при этом, ну микс там скобки какие-то появятся. Понятно, что формулировка микса будет примерно такая же, то есть в этой сложной скобочной структуре нужно выбрать, но опять же, дальше вопрос становится довольно тонким. А какое у нас правило сокращения, правильное, а не локальное, в случае, когда есть скобки? Если мы любые два можем взять и одну поставим, тогда все получится. Если есть какие-то ограничения, например, чтобы одно было глубже другого, или что-то такое, то уже это все становится крайне сложно. Потому что формулировать микс уже не так просто, а уж доказывает что-то с таким лицом, это полная мизорка. То есть, по крайней мере, я не видел травал, где люди так делают. Ну вот что-то похожее, я тебе говорил, я видел в системах, где доказывается устранение сечения, для nested секунды. Вот. Там есть такие вещи. Вот. Там возникает, и, значит, что я хочу рассказать дальше, на одном примере. Значит, тут будет вещь такая, результат, который я буду рассказывать, это, на самом деле, новое доказательство устранения сечения для интуиционистской линейной логики, то есть, решение Лампика, с этим вот экспоненциальной операцией, причем, которая там у них умеет и перестановку, и, там, с ослаблением. Это результат Торбена Бройнера и Валерия Депарна, 36-го года. То есть, они, это не было опубликовано даже в журнальной статье, это некий технический отчет, ну, потому что, формально говоря, они никакого нового результата не получили. Устранимость сечения в линейной логике была известна стандартными методами, ну, как минимум, начиная с работы Линкольна, Митчуна-Щедрова и Шанкара, а, может быть, даже и Жерара. Может, там вроде прямо проходит? Так и все. Не-не, там тоже сокращение и микс может. Там же бэнк есть. Там микс используется, но если для этого высоте этого знака разрешена перестановка, то микс-то формулируется, как и интуиционисты. Там проблем нет. Ну, вот, по крайней мере, у Жерара там, оно сформулировано, но там, по-моему, нет полного доказательства, если я не ошибаюсь. Вот в работе Линкольна и коллега там это сделано в приложении, просто аккуратно все случаи разобрано, с помощью микса классического рассуждения, которое мы повторили вот на такого хитрого лица. А вот у Гройнера и Интепайма используется совершенно другой подход, который мы сейчас и обсудим. Значит, ну, вот мы, прежде чем нужно запугать людей, значит, я вот покажу некоторое исчисление, примеры таких систем, вот как говорится, НЕСТ это или там, какие-то, со сложной структурой левой части. Это такое полуассоциативное исчисление Ламбека со скобками. Значит, что здесь происходит? Левая часть – это скобочная структура, но не деда, как бинарная зелена. То есть скобки могут где-то стоять, а где-то нет. То есть в ней разрешаются ассоциативные куски последовательности структур, через запятую перечисленную. Но где-то поставлены скобки. То есть левая часть секвенции – это просто произволенная метаформула, которая образуется из формул с помощью запятых, секвенциальных, обычных, и скобок. То есть запятые, но просто секвенциальные могут скобки появиться. Да, да, это такой вот дед. А запятые, а то не то есть скобки. Скобки, мощные скобки. Причем скобки эти, они существуют не просто так, но управляются специальными скобочными модальностями. Есть две одноместные операции. Ромбик, они все странные. Ромбик и бокс минус пер. То есть, можно сказать, что слева стоит дерево над двумя типами вершин листьев, где бинарное отделение такое. Но запятая предполагается ассоциатив, это обычная секвенциальная запятая. Вот. Значит, есть операции, где вводят и устраняют скобки. Вот этот ромбик, это, так сказать, на синтаксическом уровне, вот эта скобка. То есть, если я, например, хочу сказать, например, а запятая, а потом в квадратных скобках, а потом написал с, то я могу, это, нет, это секвенция. Как это перевести в язык формул? Ну, вот, надо, вот, значит, а умножить на b и вот здесь я нарисую вот модель. И все вот это умножить на b. Ну, а это модель сдвойственная, в ней, которая, набор сокращает скобки. С помощью этого можно вводить и утилизировать скобки. Значит, зачем это нужно? Это Моррил и Валентин ввели для лингвистических целей. Моррил и Валентин А именно, значит, классический пример, который, значит, мы можем сказать. Он такой. Значит, допустим, у нас есть какой-нибудь John Loves Mary. Да-да, простите, значит, это не терео, а просто терео, в вершинах которого еще мультимножить. Да, ну, последовательность. Да-да. Деревья тоже, может быть, тоже деревья. Ну, я имею ввиду, что веточки-то растут, а в вершинах просто стоят из-за формулы. Да-да. будет просто John Loves, это будет s, которому не хватает справа n. Это импликация. Функция, которая берет натуральное число n, нам фрейс, и возвращает туда s. Ну, я могу написать после этого там что-нибудь типа that girl whom John Loves. Ну, а теперь я могу написать что-нибудь вроде John Loves Mary and Pete loves and это тоже корректное предложение. И теперь, если я возьму из него все, которое выгодно последнее времени, то оно тоже окажется вот такого сорта. Что очень плохо, потому что там мы получили что-нибудь the girl whom John Loves Mary and Pete Loves что-нибудь не является корректным предложением в английском языке. Нельзя так делать. Вот чтобы с этим барониться, значит, эти ребята вводят вот эти скобки здесь по кругу. Вот, предложения такого типа, из которых нельзя извлекать, нельзя их делать зависимыми, но они называются островами, а вот и закрываются скобки. То есть это вот, так сказать, лингвистическая мотивация для вот такого исчисления. Ну, а логически это можно мыслить как такое вот полустативное исчисление. Если мы повсюду навесим эти скобки, то мы получим неассоциативное членение лингвистической оно же так консервативно вкладывается. Просто где умножение вообще неассоциативное. Можно не использовать скобки, когда будет ассоциативное. Это в него погружается и то, и другое. Но интересный момент заключается вот в чем. У нас есть еще раз про неассоциативное еще раз повторим. Если я неассоциативное числение лингвистической то есть там, где умножение просто неассоциативное вообще, то можно его погрузить сюда с помощью модального перевода. Такого, как, грубо говоря, перевод Гёделя и туциативной логики в классическом модальном логике. То есть надо везде, где у нас возникает умножение навесить на иммуникации в правильном месте нужно навесить значит вот этот вот модель скобочный. Ну ту или другую зависит от полярности. Значит соответственно таким образом в том же этого перевода мы получим консервативное вложение не ассоциативное надо быть и сюда. Поэтому полуассоциативное того или другого получения. Но забавная вещь, которая мотивирована лингвистическим на самом деле. Это странное правило сокращения которое здесь применило. Оно вот как-то взаимодействует со скобками. Ну зачем это нужно? Вообще зачем им понадобилось в лингвистике правило сокращения? Я наверное объяснять не буду я объясню если останется время. Но вот из значит лингвистических соображений прикладных вот им нужно вот такое странное правило сокращения. А можно спросить прикладное значит что это в компьютере какая-то программа что-то делает или прикладное значит что в теории какой-то а у есть программа которая разбирает текст на английском языке вот с таким правилом сокращения. Но правда это не совсем честно потому что она разбирает непроизвольные ну секвенс это непроизвольная грамматика конкретным условиям потому что нам удалось доказать что если в такой странный правило сокращения добавить то есть что-нибудь неразрешимо тем не менее но там есть естественные синтактические ограничения и все у них работает то есть это действительно некий парсер вот значит давайте я про это расскажу если останется время в конце еще для этой модальности у них есть еще все-таки правила перестановки бегая правая она может перебегать но только в рамках скобок за скобки нельзя она коммутирует через запятую а в скобке она но она может создавать ну или вот эти если угодно ну значит такое правило необычное с таким правилом попытаться сформулировать микс очень затруднительно как это сделать я не понимаю тем более что здесь еще и дарует много а не одна то есть сечение просто не устранялось ну это тоже проблема что мы вместе поставили много и все здесь ситуация такая что вот все вопросы связанные с перестановкой правил устранимости сечения для этого исчисления работают то есть но опять же возникает та же проблема с правилом сокращения мы пытаемся переставить исправить два сечения и все станет печально что делать вот тут как раз мы и применили метод устраняем 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 так вот красивые картики вот мы делаем кошку ну какая что у нас проблематище значит что они делают ну это как инкредит это вы написали значит ну надо смотреть смысл сначала у нас значит есть главный случай для формул с посвятительным знаком то есть формул с посвятительным знаком была введена в левой части вот по такому правилу она появилась из формулы безмодальности и в правой части тоже с ней что-то происходило в плохой ситуации ее ввели здесь здесь произошло где-то вот сокращение и вот эта формула которая посвятительный знак А произошла из двух форм что он делает если мы пытаемся переставить сечение и это сокращение будет плохо сокращение пройдется в два сечения но идея в том что давайте мы просветим за этой формулой и заменим сечение вот это на много сечений но в тот момент когда формула станет проще мы вот этот вывод без сечений мы следим за этой формулой сцена знак А она где-то видит светление либо применение сокращений может это применение правил для аддитивных операций если они есть вычисления нам может не мешать вот то есть затем мы доходим до тех мест где эта штука была введена как она была введена она была введена потом подстановки этой штуки вместо А и вот здесь показана ситуация что в одной секвенции могут две копии тогда мы одну здесь ввели а вторая проехала через днюю дальше пошла и теперь здесь у нас тоже выставительный знак ФИВ А потому что это главный случай это было бы не главный вопрос вот это сечение вот там поднимаем на один уровень выше и заменяем вот эти правила введения с сечения с вот этой вот секретой а проще того что унисить сразу да а там А там не внеусетность да оно уже неограничено и к глубину мы там не слить вот например вот в этом случае как раз вы увидите что у нас сверху появится там сейчас перед у нас вот слайд где это нарисовано значит здесь сверху у нас появилось одно сечение потом подним еще второе ясно что глубина в основном устранили верхней глубина вот это уже не контролируется но при этом это не важно потому что мы делаем сечение по более простой форме и после этого нам не нужно вводить микс нам нужно об этом думать раз количество случаев такое же как для обычного сечения и все глубинный метод вот так вот здесь работает а микс ты сказал что непонятно как это непонятно совершенно я не знаю может как-то и можно вот это общий картинг как называть микс не знаю каждый раз приходится думать и даже если у нас есть локальная допустим вопрос который Миша Валюс сейчас делает вот такой дай сообразить мне кажется дай подумать посмотри почему бы микс не сформулировать я бы сделал предложение ты скажешь вот слева у нас опять случай значит слева у нас вот этот там значит давайте правило сокращение птики покажу да вот такое сокращение вместо всех копий осуществительного знака мы пик оставим правильно но осуществительный знак пик ну это не хватит потому что чтобы был честный микс мы же можем вот эту штуку еще раз ее сократить причем не ее всю а какую-то ее часть совместно с каким-то кустом гаммера тоже могут какие-то свои осуществительные знаки нет значит я все понял я все понял а почему бы все-таки да я напишу а можно не напишу а ты ну смотри проверить извинения я сейчас не смогу потому что чтобы проверить нужно чтобы там все устранилось ну может быть твоя интуиция подскажет я пока для случая слева и запишу но может быть это можно и значит а справа у нас гамма это вот наш дерево контекст вот в случае глубоких секенций такие скобочки но у тебя круглые скобочки такие да воскринцентный знак а на самом деле там много вот таких у нас контекст с большим количеством большим количеством и б и в конце получается как можно делать вот так далее это наш новый микс будет да это наш новый микс но сейчас я это говорю у нас здесь контекст с многими несколькими холл несколькими отверстиями здесь воскресательные знаки а мы подставляем вместо них всех б и надо еще условия на этот контекст сказать некоторые наверное которые связаны с тем что все они на самом деле не 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 внизу у тебя много пи оказалось она же одна должна остаться в итоге ну да но когда все эти пи склеятся вот по этой контракции в результате будет одна сейчас но перейди к тому слейду где я говорю рисую пути нет где пути так сказать ну вот пути да вот они ведь в результате когда ты опять пойдешь сверху вниз правильно у тебя везде вместо этих воскресательных знаков а будет воскресательный знак пи да а вот а это срезы это срезы вот этого пути вот горизонтальные срезы где гамма в ней много копий специальных знаков и мы их всем заменяем на специальные знаки пи плюс некоторые условия на расположение относительно друг друга всех этих всех этих всех этих я честно не знаю стремулировать условия ну наверное так что в дерья они же все в дерево а может на самом деле никакого условия надо понять это условие какое-то на дерево сейчас ну в общем я скажу так у нас не получилось сформулировать вот что все сошлось мы пытались так сказать сформулировать микс но у нас не получилось это сделать а можешь еще раз показать контракцию контракция контракция делает то что она удаляет сколько она меняет структуру этого дерева но она дает возможность этим специальным знакам как бы вверх подниматься она создает она еще гамму засовывает в эти скобки там все как-то вот так и туда гамму еще ну по узлу мне кажется надо эту идею опоснить но может быть не получится но это по крайней мере будет заведомо не проще чем то что я сейчас вам сказал и более того вот эти вещи почему я пропагандирую глубину механики сечения потому что вот такие вещи для каждого нового исчисления эти лингвисты коварные все время плюнули что-то новенькое вот допустим мы сообразим как это разрулить для того что у нас здесь есть а они уже сейчас на самом деле это исчисление уже не самое новейшее изобретение другое с другим немножко проявлено оно похоже но там скобки по-другому стоят почему ну так это и нужно для их собственной цели и придется опять заново интеллектуально работать а здесь происходят механические глубинные устранения сечения все делают но значит что я еще хочу в конце сказать две вещи значит одна вещь связана с тем можно ли это применять для интуиционистской логики ну ответ здесь дело в том что есть одна небольшая загвоздка тут мы значит дошли до той точки где мы сняли этот высоциативный знак и формула стала проще у интуиционистской логики конечно никаких высоциативных знаков нет и видимо придется доходить до того места где просто разобрали формулу и там будет больше посылок и соответствующие так сказать здесь тоже будет две посылки с каждым на несколько сечений так сказать в целом мне кажется что это уже получится для всякого смешения для всякого права микс ну а второе замечание которое действительно может быть скорее недостатка в этом моменте что здесь происходит нелокальное образование вывода довольно сложное на самом деле если я его пытаться ритмически представить это такое вклеивание маленьких выводов внутрь большого и потом еще постановки поэтому большого вывода я боюсь что если мы захотим формализовывать системе типа кок по такие рассуждения то это будет сложнее чем мне кажется на самом деле этот аргумент это то что нарисовал это просто индуктивный вариант вот этого же самого аргумента ну и вот тот самый вариант в общем возможно здесь нам не нужно искать вариант мы здесь смотрим на дерево как оно есть и мы его преобразуем если что-то могло получиться в деле то и хорошо а здесь по сути нужно моделировать что такое микс это моделирование композиции сечения и нескольких сокращений проблема вот здесь в самом деле что в случае с обычным правилом сокращения мы понимаем как устроена итерация этого правила что будет если много раз его применить в этом хитрых правилом сокращения это в основном трудно понять это и есть то самое условие на дереве что значит что гамму мы получили не с помощью одного сокращения с помощью дисси сокращения в разных комбинациях с разными пересекающимися множествами бенетов и так далее чтобы здесь сформулировать микс и сделать индуктивное наказательство нам нужно понять как устроена композиция сокращения сформулировать а здесь мы просто вытаскиваем из груда мы на нее не смотрим какая получилась такая получилась в этом некая олегантность этого можно условие на гамму так сформулировать так и сказать что ближняя стежка получается изверхи путем применения нескольких сокращений можно так сказать что такое микс мы не пытаемся сформулировать как правило а скажем что микс это композиция нескольких сокращений и и сечения изо всякого зоотоксического виду это может быть простое например что есть главное отверстие главная полна и из него где расходится по дереву вверх пути ко всем остальным да они должны быть непосредственно в скобках но у того может быть еще свой слуга так сказать в двойных скобках под ним ну вот это пучи в дереве то есть то есть эти холлс образуют полное пандемию ну вот я подозреваю что это может быть получится но из-за того что там вот разные наборы этих бэнк а здесь а1 ак а будет а к и так далее а л то есть из-за этого боюсь что там может что-то и не срастись что грубо говоря эти у нас уже следующие будут зависим от бэнк а но сам бэнк а содержать не будет там как такие вот начать вот эта штука полностью свободна от такого но для формализации мне кажется с другой стороны что если мы будем пытаться сделать то же из логика фрэмпу то есть то же коки пытаться такие вещи формализовать то мне кажется что подобного рода рассуждения естественные деревни нужно уметь туда погружать это достоинством этой системы в частности тогда она может и циклические выводы обслуживать и многие такие вещи индукции конечно будет нужна но все равно богатая система работы с деревьями это хорошо и идея что мы по сути что такое локальные подходы к устранению сечения это идея о том что почему-то мы ограничены себя тем что мы устранение сечения это преобразование деревьев правильно два дерева мы из них сделаем новые почему-то мы в случае когда мы микс выдумываем мы нарочно ограничиваем себя тем что наши преобразования это вот такие близкие к корню чтобы что-то откусили и рекурсивно перешли в воду а собственно говоря почему мы обязаны это делать у нас есть графовые преобразования можем вот хотеть вот такого рода преобразования глубокие вот а весь деревь что-то там поменять подставить это вполне себе хорошее преобразование на графах оно как бы тоже может использоваться так сказать почему бы нет ну я совсем согласен просто мы здесь действительно индуктивную структуру этого конечного дерева использовали думаю что мы его эксплицируем но что-то подобное получится безусловно получится но вопрос что-то является более таким естественно а здесь мы просто индуктивные параметры немножко скрываем что-ли я так наверное мне кажется может я ну нет здесь вроде все как бы так вполне здесь сделано то есть все чтобы мы не обязаны мыслить как бы то что мы бегаем в курсе по этому делу а на деле у нас есть операция подстановки вот о чем все ну это уже некая спекуляция но такой забавный метод есть и я решил рассказать чтобы если вдруг кому-то пригодится то как минимум для быстрой проверки устранимости сечения все-таки пытаться придумать микс это трудно и главное что вдруг там вообще не устраняется сечения мы же этого не знаем для какой-то системы это вот можно быстро уже такую штуку микс подумает ну если мы уверены в успехе вот здесь это все было дело не уверены в успехе потому что люди это исчисление ввели а как нам это еще не доказать это странное правило сокращения бог его знает а может они не устранимы почему локальные преобразования вроде работают и когда уже там конечно все сделано то да понятно что можно микс придумать но вот так мне кажется что может кому-нибудь пригодиться спасибо большое сколько у нас сейчас времени 18-15 ну что на этом если есть какие-то вопросы тогда на этом мы завершаем наш декабрь и у нас декабрь декабрь да интересно тут же там кнопка на везде можно просто закрыть шторку так нужно как-то выводить сейчас Пиши.